всем привет дорогие подписчики и для наших канала с вами шустрила артур блэксильвер уфа джек шепард 90 какой-то рус и мы сегодня есть аэропорт поздоровайтесь друзья мои дорогие привет всем привет здорово ну давайте поконим мы не можем тут задерживаться потому что артур смотрел в лес и у него участило сердцебиение это значит что там действительно попахивать у меня боль почему у меня боль так шанова так начал конечно может быть потому что температура 38 и ты болен ну может быть по моему по нам только что стреляли нет господи и сколько у тебя крови нет у меня все в порядке просто когда джек заходил машину он прошел сквозь меня у меня была дикая боль от этого и сейчас мне нужно принять поле удаляющий джек просто изучал боевое искусство у меня типа проходить через людей вот так я знаю да 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 в красностав заезжаем с запада или с востока как думаете в кустах тачку спрятать и пойти как обычно просто если мы будем заезжать запада то пока мы будем подъезжать по параллельной дороге нас уже услышат востока с востока давайте больше больше пойдем таком план но там так кстати там еще горка рядом я на ней засаду и буду успевать да 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 сейчас ты заезжаешь красностав упираешься в такой т-образный перекресток поворачиваешь направо скажешь вот мы здесь с тобой были в ночной серии да мы везде тут будет же все были да я блин чисто вспоминаю донеси сиркан с калисии ребята мы тут были он и давайте шерсти кстати не совсем так чтобы все некоторые момент некоторые девушки даже попуска сейчас направо поворачиваешь д-образно направо у меня мы появились магазин кстати да мы и так появились это не только у тебя магазине что нам всякие родители наташа здесь нарисован наташа графитка на стене точно наташа и забор сломай меня немножечко немножечко я потом прошла сирен вверх и побитую пили малышку мою как малышка то я чума за это у нас все по поломались вот уже поджигание у нас есть стекло в этом лежит ой да ладно ты уезжает сюда главное сейчас не приторможу я хочу остановиться посмотреть на стекло едем 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 посмотри он просто убил твою машину да вообще я вышли на счет я буду тревать сидят в свинцовом эквиваленте вышли ему в кузов счет так посмотрю развал отец водить потом после чем мы доезжаем дальше и пешкодрахом что ли так думать ну окей тогда ножички парские марать не хочешь прям в нее заезжать не будем наверное ну больше почему бы нет там спереди больше и ты лесок этом с ними близки на просто представь на счет да вот где-то не доезжай чуть-чуть дальше не может есть альша год гора есть альша 7 года дает ой слушайте тут еще и black lake есть артур твое озеро надо бы туда будет тоже метнулся вот уферам утопить до уазик спавниться вместе с уфродом на black lake что но это мы сделаем после того как ну чё можете здесь песочке можно вот здесь вообще отличное место будет я думаю туда он за за камни заедем давай вместо в принципе достаточно проходим и косре есть да нет никто не ходит ну блин ходит ходит право верхний кусок карта то все равно что мы сейчас поедем в каменку и скажем у нас там давайте лагерь сделаем каменьки по хорошему счету там можно делать лагерь но я бы у меня все пропали нет я не пропал стрела для здесь это добрый вечер я диспетчер понятно джек шепард ты поломал нашу машину всем приехали еще ваш предыдущей серии за стерву не стрелять по шустрели ползайте а это просто кровь потом скажу вот однажды шустрел назвал джека джеки и поэтому он стив все что не нравится я говорю как люди скажут никак не нравится че не будем стекло менять да зачем а там она должна быть непрестабельная да чтоб тут машина машин я в нее должны вести давайте колеса отстрелимся москва кроме того вот не надо вот не надо дарико таковым ребят а я жду до того что мне это тихо рапом нет ч колесо то до сих пор собеска в жизни в стране бакси как я пошел на горку ребята давайте так вот бинты у всех есть буреутоляющий морфин там дополнение медицина пакетик крови у кого есть меня с собой все хорошо думаю лучше вода чувствитель почему потому что у него стреляет последнее время а я про то что если кто нибудь из нас будет загибаться то больше шанс выжить уж у стрелы будет он всех убьет прибежит и поднимет кого-нибудь из нас мне больше интересно как же по мне стрелялись гребаного калаша и не убили это же я стрелил я заговорен от пуль черт возьми так а вы вообще запомнили где мы машину то оставили в команду желудочек утром как бы нибудь не знаю картина текна я сделал скриншотчик запомнил я не знаю если не просто хожу за каким то двумя людьми нам нужно уазик ребята вы понимаете в этом ты ведешь нас к нему да мне бы урал урал много живет нет кстати урал заправляется так что ты будешь на нем ездить ну он жрет много но и запомнил папа у него громадный короче как на вертолете дня 4 булькани так вот радио вышечка но на нее я не полезу слишком парен ух ты там нет ничего так джек шепард ты где я бегу ты где режешь ты поднимаешься к вам почти вижу вышечку м понятно как вы вообще ребята относитесь к музыке диска артур сидит такой головой качаться на продакт хорошо хорошо я вообще меломан но кроме там всяких русских рэпов и прочих ты чё кс 47 слышишь но 5 ты даже не смог спорник группа какой то там сорок а где вы зомби ходит я никого не вижу я спустился уже к аэропорту я прям с тобой бегу я тогда подожду джека шепарда я запомнил кроме права но ты пошел все я вижу на ком на в ком направлении пошли помнишь здесь мухаммер тогда стояли и говорили видимо что он не убит и быть импорт на ехать я сейчас просматриваю аэропорт этот маленький мы тут пока что это галяк джек шепард ау ты где бегу ох уж этот джеки я просто сейчас смотрю на вышку тебя тут нет а я вниз уже спускаюсь вышки и в каком направлении ты сна вдоль дороги поверни направо вдоль дороги там как правило заметнее будет чем не спускается как думаешь но я в лесу на чуть внизу лавния побежал короче к аэродрому подошли в браках у нас она пошла там где найдемся 5 ну а я спал вижу дом какой то км ну ладно джек шепард ты там за мной наверно бежишь метрик и джош Бежит рядом со мной кто-то. Тормозни! Хорошо, беги дальше. Я в елче. Вижу, вижу, вижу. Я увидел кого-то. Это Артур бродит. Вокруг елки долбится. Это ты долбишься. Я его в машину услышал. Это Артура. Понятно. Ты этот, помолез. Я что-то услышал. Пока, может, уберешь из рук? Я взял уже, да. Зомби нет. Если нет зомби, значит, рядом только его нет. Сказал снайпер. Я уже на дальнем холме. Так-то да. Черт, в каким путем пойдем? В каким безопасном ходил. Основная цель, два гаража, второстепенная цель, гараж, радиовышка. Рядом с радиовышкой, которые два гаража, Рядом с радиовышкой в ангарах. На день раз. Забором радиовышкой рядом с радиовышкой, там в гараже, как по-моему, есть. Да, гараж один. Блин, я писал, что это пить захочет сейчас попить, чем потом. У тебя просматриваемость хорошего. Вижу, вижу, вижу потенциального противника, ребят. Бараж. Оброслено. Возраст примерно года четыре. А, мне кажется, он посмотрел на тебя косо, гаси, гаси. Одни приносяные круглые. Если ты сомневаешься, что я накрою его с перо, я накрою его с перо. Ну да. Хотя, этот баран делает лунную походку, и это действительно усложняет. Все задачи так, ладно, я отвлекся. Нет, ребята, мы сначала зайдем в вышку, она нам ближе по дороге. Потом кинем дымовуху куда-нибудь в сторону поля. Пусть они все сбегаются. У тебя есть дымовуха? Разнакерскую горку, как не киньте. Ага. Чтоб не было весело. Да, у меня есть дымовуха. Хочешь смеяться пять минут, да? Как ни странно, она у меня не пропала. У меня тоже есть дымовуха, я ей все закину тоже в этот момент. Айс дисконнектнулся. Он понял просто, что у меня шансов нет. Я вас не вижу совсем. Мы переходим дорогу, прошли через забор, сейчас направляемся к вышке по полю. Хорошо, мы появились, появились. Появились, да. Ну и всего шесть появилось. Слушай, давай с правой стороны оползем или как? Стрельба? Нет. Я ничего не слышал. Из направления. По полю. Так, Джек Шефер, давай-ка... Спишем это на мою глупость, но... Спишем это на твои таблетки, может? Джек меня дери. Шефер, спускайся к холму. Вот тут вот поэтому пройдем и пройдем тогда напрямую к ангарам. И уже с той стороны. Дальнейший сценарий, если по вам стреляют, не попадают, быстро в радиовышку и прячьтесь и ждите дальнейших событий. Дальнейших событий. Окей. Положительный для нас я вам здесь. Ну если я стану живо, да? Ну ладно. Там еще один баронцы. Так, внутри вроде бы точно там никого нет, так как там было бы уже сотня зомби. Оттуда у нас лесочка могут палить. Ну, примерно с того же лесочка, что и я. Нет. Ну я думаю, что если кто-то здесь уже был или сейчас сидит. Просто посмотрел, что зомби нет, никого нет и ушел. Да, сейчас ушли, да и видишь. И только подумай, если в этом моде, ну если в этом моде именно Армад Дейс появился как альфа-версия, да, то есть просто пробовали. И разработчики уже заявляют, что к Арми 3 выйдет Дейс такой. Так они уже его делают. Вот. Представляете, это будет, наверное, действительно качественный продукт, а не шутка. Ну да. На сгарах, да? Будет в разы лучше этого, может быть. Да, по-любому. Тут еще много чего можно улучшить так-то. Можно еще добавить какой-никакой, не знаю. Ну, не сюжет, а какие-нибудь хотя бы задания, чтобы... Да, да, да. По-моему, это попортится атмосферу. Да, нет, а я как появляюсь, да. И как бы, ну вот как в MLF, например, идти там в жену свою, там дальше искать в каком-то городе, какие-нибудь там, не знаю. И 50 человек будет бегать и искать свою жену. Почему? Да ты вы вдуем по полю крыльете, сё? Да, 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 да. Я думал, ты следишь за нами. А в радиовышке вы были? Нет, пока там слишком опасно. Так, Джекшеп, следи вперед, ты с ПБС-ом будешь. Станьте, станьте шпиной к спине и идите в пау. Сказал убрать ПБС. Ну, потому что мы подходили, а сейчас-то уже зомби, по-моему, тут большая опасность. Слева и справа. Да, силюк согреться на вас. Ребята, я вам 100% выгляду. Джек Шепард, ты почему вообще на пузе не ползаешь в последнее время? Если сейчас силюк не побежит, то я не я. Да не побежит он достаточно далеко. Это тебе кажется просто. 15 метров от вас стоит. Но почему он не ложится, я не понимаю. Он вообще какой-то, этот... Как говорите, он на третьем лице взял. Здесь патроны, нам патроны нужны вообще. В другом углу что-то лежит. Мне уже достаточно костей переломали, чтобы я боялся этих зомби теперь. О, граната дымовая зелененькая. Химический свет. Да, у меня уже нет кости, которая не была бы в свое время сломана. Ну, силюк все еще продолжает найти план. Продолжает. Но он где-то не так уж, короче, он близко. То есть в первом ангаре не было ничего, да? Он меня в душу смотрит. В первом ангаре была дымовуха. И все. Я так его веду. О, бабочка. Бабочка. Сел. Че, тут ползаем? Четыреста, четыреста, пятьсот, шестьсот. Здесь слева может выйти к инзону. Это я. Это ты. Тельба. Это он. Зачем выдаешь свою позицию? Просто снайперил. Здесь никого нет. Пристрелка. Я пришел к этому выпаду. Просто хотел твой что-то срадить. На ДМА нет зероинга, я решил попробовать пострелять по точкам. Зероинга нет на нем? Ну, это не очень хорошо. То есть это будет довольно хорошо, если они сейчас услышат. Зомби будут потихоньку лупить в мою сторону от вас. Так, здесь бинт, по-моему, и для левого патрона. Бинт? Раз, где нота нет никакого, да, в этих? Бинт всегда нужен. Сколько у тебя бинтов? У меня один бинт. А, тогда возьми у меня три. Мух, слышишь? Нет, не слышу. Концерна банк. Выход. Гениально. Вот это вот здорово охрентое, это не выход. По логике-то она закрыта, конечно, должна быть. Ой, мухи прям где-то здесь. Возможно, там снайпер просит. Подожди, без меня не уходи. А почему ты там угол не проверяешь? А там нет никогда ничего. Да-то что? Ну, ну ладно. Я тогда вот этой вот подстольной гранатой так и скажу. У тебя тут нет. Ну, это подстольная гранатная. О-о-о-о. Что-то, о-о-о-о. Вот всякий пункт. У меня же в общем нет, по-другому идет. Я теперь макар и в магазин. Хоже, нет. Так, теперь план радиовышка и... Еще два магазина для макар. У вас домовая граната есть? Да, две. Хорошо, потому что нам придется их откинуть 100%. К тебе лягухам. Так, ребята, ребята, вижу снайпера. Вижу снайпера 500 метров от меня. Два снайпера, два вуки. Где? Идут, лежат. Идут. Идут. Один с ДМРом, рядом с радиовышкой. Прячьтесь в ангар. Я лежу в пристройке. Занимайте позицию в ангаре. Быстро в ангар. Проходите быстренько на капнах в ангар. Быстрее, быстрее, проходи. Сейчас ваше будет... Стреляет. Да. Вижу. Все, на них согрелись. Да, я вижу. Вы должны будете лечь в ангаре. И как только они будут на вас находить... Дайте мне сказать, пожалуйста. Я прошу вас меньше шума. Они подходят сейчас к ангарам и начинают пытаться... Ну, заходить лутать. Правильно? Правильно. А как вы начинаете убивать кого-то, убиваете одного, он дает инку, чтобы вы там. Когда к вам подходит второй, я забираю его с внешней стороны, а вы его тоже не подпускаете. Все, они гасят там. Да, они устроили резню. Они уверены, что здесь никого нет. Сейчас мы их возьмем на неожиданность. Главная позиция в ангаре. Займите хорошую. Все, я лежу, выцеливаю точку. Я прям за дверью буду. Джек Шепард, ты не против? Да, да, да. Так, все, замерли, не шевелимся. Без лишних звуков. Он у меня как, блин, этими? М-14 стреляет одиночными или как? На М-14 жми и посмотри. А, М-14, да, одиночные, точно. Ладно, это плохо. Вижу радиовышку. В принципе, я могу гасить, но я хочу наверняка двоих уже. Не, 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 да, пусть двое сдохнутых. К нам полигончик прыгает. Я пока дистанцию наберу себе. Вы в первом ангаре или во втором? Во втором, который ближе к домику, комнату там. Я прямо за дверью. То есть я тут, они как зайдут, они могут прямо на меня нарваться, если будут аккуратны. Но они в угол будут сразу смотреть, потому что здесь вам основные сплаты. Скажешь, как я про ХБ этот? Я их загоню к вам, понимаете? Я начну по ним стрелять, когда они не дойдут, и когда они будут захотеть выйти. Они такие в шоке начнут бежать. Правильно, они будут прятаться. Так, пока что на радиовышке все затихло. Я видел одного по верхам ходящего, но сейчас я не вижу ни одного из них. Давай, давай. Вижу, вижу обоих. Дистанция 600 метров. Очень тяжело. В белый чат написали они. Кто-то будет скучать по тому газу, который только что взорвал. Дело в том, что газ это наша Волга. Ну, чё ж поделаешь. Кто-то сейчас ответит за это. Дяня. Радиовышка. Трип-доктор. Запомним, что доктор Стрип... Ладно. Не буду верить. Короче, он скоро умрёт. Только приготовьтесь, чтобы после этого на вся местная армия зомби побежит. Нас в амгарах. Нас в амгарах. Есть они. Они и в будке, в которой только что Жиг Шепринбол появились. Я сейчас поменьше двигаюсь, не буду смотреть. Буду смотреть прямо на них. Он про людей, по-моему, говорил, Артур. Я понял. Чё так скрипит там? Качать? Наверное. Типа того. Их точно двое? Да. Ищу прикрывающего. У нас будет два костюма блоки. И с них нельзя их снять. А-а-а, блин. Один шарится по радиовышке и радуется жизни. 600 метров. Жду пока. Но они же должны спуститься по всем правилам и пойти лутать. Да. Если не пойду, то будет план другой. Выходим и гасим. Вот бы он погасить бы лишь бы. Они взорвали нашу машину. А, ну не факт. Я хочу их крови. Они сидят, выцеливают сейчас полосу, но они знают, что никого нету вроде как. Раз они там стреляли, как чёткие ребята. Никто понизил. Может, они по кемпери зашли? Есть вариант, что один прикрывающий останется на... ...вышке, чтобы валить оттуда сюда, другой пойдёт сюда. Да. Мы его убьём, тот с вышки никуда не денется, ты его заваришь. Потому что я его заберу, правильно. Поэтому в любом случае у нас пока что преимущество. Всё ещё там. Ну, ребят, не расслабляйтесь, на сервере есть другие люди ещё. Могут прийти. Я знаю, прицелился и держу прицел. Ты как раз из счастливого входа будешь смотреть. Есть какое-то движение непонятное, я сразу валю. Они там очень долго что-то соображают, я не знаю. Может, они ждут, как их друзья, 15 человек, на вертолёте прилетят. Хороший вариант был бы. Хорошо бы, да. Мне кажется, что стрелы дома хотел вертолёт себе. О, да. Блин, я сейчас пить захочу. Убивают пилота, прививляют, поэтому я попил пораньше. А, недалеко, да? Попей, я дарю. А, да, ага, да. Сейчас такой истребитель в ангар залетал. Истребитель в ангар. Ага, они уходят, ребята, они собрались уходить, походу. Куда уходят? Тем же путём, которым... Откуда пришли, Аня Ильич? Ну, вроде как, да. Но я видел одного снизу за радиовышкой, я надеюсь, что они сейчас пойдут при ангаром. Да, отлично бежит. Одним пошёл в гараж. Они собрались лутать. Г-17. Г-17 в руках, парень идёт. Второй обходит по внешней стороне радиовышку. Прям к нам идёт? Нет, они ещё далеко. Ага. А сейчас подошли, к ангару. К первому ангару они подходят. Сколько пуль на на человек с моей пушки? Давай наверняка. Две, три. Вали по полной. Пока шевелится, не перестанет. Зашли в гараж. Я полный рожок поставил. Весь рожок выпущу у врага. Давай. Нам главное у одного этого же всё не выпустить и потом за штуки два держат, перезаряжаются. О, тихо. Шмальнули. Прям слышат про ещё. Кто ж так садит-то, а? Скорее всего, зомби бегут к ним. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Добрый день. Они меня сдвинули. Да-да-да. Одного могу прямо сейчас убить. Просто вот тупо в черепом. На. Ещё трое бегут. Они могут на меня нагреться сейчас. Один упал. Они их убивают прямо на нашей линии. Ещё двое отреснулись. Один умер прямо перед нашим проходом. Да-да-да-да. Понял, они уже рядом. Ещё они одного убили. Они подходят? Они скоро будут. Я вам скажу. Я на полной готовности. Он как-то некачественно зомбивает. Они пустили ему кровь. Ещё убил. Второй исчез куда-то. Вижу только первого. Он сэш стреляет. Вижу второго. Ребята, они сейчас будут заходить. Давай. Рейндж 600 метров. Три точки. Три стороны где-то, нет? Готов? Готовы? Я начинаю открывать огонь. Огонь открыл. Ну, по-любому, нам будет внутрь забежать. Зашёл один. К нам? Ну, не знаю, да. Нет. Как нет? Вы же сказали, что... В амбаре лежим ближним к тебе. А, ну я и смотрю, они забежали ближним ко мне. А, не-не, мы в дальнем лежим. Вот тут-то и оно. Я тебе прямо сказал, что мы в дальнем находимся. Потом пересмотришь. Возьми, у меня есть зомби. Вот это был фейл сейчас. Джек Шепард, не выпуская из виду. Я смотрю. Они сейчас надолго, я думаю, засядут. Они сейчас просто возьмут и выйдут из игры. Вот два выхода из игры, да. Вот что значит... Это, кстати, были не они, кто про газ писал. Это не они, да. Ну, все видели их ники, посмотрят, какие они, девочки. А, ладно, девочки. Просто мы как-то неправильно вообще поступили. Я думаю, вы близко, вот стреляют, вот они, я слышал, они подходят. Я думаю, ну точно вы ближним, иначе быть не может. Все нормально, все нормально. Это вы, да, там дело пойти? Они, 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 они лежали. Идут к нам? Нет. Гасичный. Погоди. Один идет к вам, один идет к вам, ребят. Приготовься, Джек. Я готов. Сейчас к нам граната может залететь. Заходят, заходят, заходят. Начинаю их шить. Не вижу. Вижу пули твои. Добивай второго, он живой еще. Перезарядка. Второго добивай, я раненый. Он меня не видит. Меня едят, давай быстрее его убивай. Я ненавижу, ты мой ад. Ты убил его? Так, все, убей зомби, который убил. Не умирает, мать его. Второй вышел по ходу. Дисконнектов не было. Так, бандэш. У тебя кровь идет, да? Да, да, да. Кто вас так потрепал? Ну, они забежали. Ну, так правильно. А вы же были в выжидательной позиции. Сейчас мы были. Мы были в выжидательной позиции. Все не так просто было, как кажется. Был трансфлюжн, короче. Переливай тебе кровь. Сколько у тебя? Три тысячи. Давай, давай. Один умер, второй жив. Правильно понял? Да. Я не уверен, что второй жив, потому что дисконнектов не было. Просто он, возможно, пропал. У него ДМР. Я лучше ДМР себе тогда возьму с него. Зачем? Так, ты можешь... У меня патроны кончились. Зачем? Так, возьми патроны для ДМР. У тебя подходят к этому винтовку. Так, ты мониторь выход, давай. Я смотрю. По-моему, кульбушка ползает из GPS. М9 СД у них есть. Круто, вот это в сумку. Так, я всего надичил. Все, Артур, давай, ты только это. Я не умру. Мне сейчас сознание прийти только. Они как зашли, смотрели на меня прям. Да-да-да, они сразу забежали, один спиной и... Одного я порешетил. Так, я потом запись посмотрю. Мне интересно, как же так получилось. Да-да-да, это вообще... Ну, достаточно корево получилось. У Бешева. Не расслабляйся, сейчас второй можешь зайти. Я, блин, вот и прицелю, чтобы второй, если зайдет. Возьми с того, который первый лежит, ПБС. Так, я буду палить, только он появится. Перекрываешь, сразу его голову гашу. Давай. Я вообще не надеялся с такого расстояния попасть. Я хотел их к вам загнать. Ну, надо было загнать так, чтобы кого-нибудь подбить. Ну, я заливал там, дай Боже. Ребят, все нормально, мы живы, у них один мертвый. Все нормально прошло. Мы же могли выжать из ситуации гораздо больше. Могли. Ну, он либо на другой серф зайдет, либо что. Второй-то. Сюда он не пойдет, раз на 102. М-911 не подойдут к ПБСу? Нет. Ну, я все равно возьму. И ПБС возьму. Бандажи у него сколько, офигеть. Вы будете выходить, господа? Сейчас выходим, подожди, надо же маленького утонуть. Давай, там, если еще останется, ты меня прикроешь, я полутаю еще. Остатки захвачу, что по максимуму. Я за скрин даже этот момент. Так, close. Сейчас. Дым куда-нибудь вообще? Ну, хотя отсюда, по-моему, я зря кинул. Ну, у вас зомби побежал, как-нибудь. Да, не-не, он где-нибудь побежал. Ой, как бы он на меня не садился. Так, Джек Шепард, выходим. Подожди, ты встань на мою позицию, я еще там с ним возьму, DMR-патроны и прочее. Так, ты у него лиспак не открывал? Открывал, я тут бинтов взял. Хатчет. Так, карта нам не нужна. Часто, так, калиспак. Найдем, ты бы патрон держал. Ох ты, у него куча еды, куча мяса, куча воды. Заберем. Я кучу припасов, но он наберу лучше. Джек Шепард. Концентрация на максимум, надо валить. Все, все, мне, каждая часть моего тела подсказывает мне, что надо валить. Ничего, ничего. Все будет хорошо. Достаточно неплохо прошло. Меня, конечно, как и обычно, чуть не убили. Ну, ребятам что-то так должно. Они, походу, залетели в ангар и сразу Артуру дали щит. Да, один вообще спиной вперед бежал. Поэтому я так не ожидал и промазал по ним пару раз. Я не знаю, одного я запилил, второй меня запилил практически. Выкидываюсь, молк. Дождь пошел, это хорошо. Это нам на руку. Сейчас идем прямо, то есть, прямо идем. Прямо. Прямо, прямо идем. Главное, что если он зайдет, ну, зомби пропадут. Я увижу это. О, радуга. Как хорошо. А, дождь, если я вам на руку, кто вышел из ангара, мы выходим. Вы там сел зомби, давай подождем. Дело-то в том, что давайте выходить через шишки и сзади ангара проходите. Быстренько. Я не вижу ничего. Дождь, видимость. Ноль. Да. Я сам руку. Джек Шепард опасно. Просто тупо прямо беги, сейчас нас никто не услышит. А если услышит, то потом отстрелим их. Тут более рискованно именно этот. Просто выходим сейчас к шустрели идем, да? Ну давай. Шустрел удержишь нас? Да, но... Все как... Блин, да что ж ты... Да что ж ты падаешь, у меня же ноги нормально, в порядке. Давай так пробежим лучше, давай так. Не полностью бежать. То есть, что в порядке? Я тебя только бинтовал. Да в порядке. У меня все. У меня вообще все в порядке. А кто, кстати, убил, я убил. Бангита убила Лейбордер? Нет. Кстати, Мердер один у нас, да? Да. Значит, он все-таки исчез. У тебя тоже очень дисконект. Нет, у меня ни одного. А, значит, я только одному. У меня, как и обычные руки, часто. Опять убивал людей. Скоро, как молнив. Снайпер на снайперской позиции. Артур Сака лежит. Я, блин, с какой-то... Да. Хорошая винтовка. Ну, хорошая винтовка, да, но я, блин... Я 20 выстрелов по ним прострелял. Я тоже по ним. Я тоже по ним. Я думаю, что это же Мера, но ДМР на даре с такой стрельбы вообще не предназначен. Я у них столько виды забрал. Если бы еще ПСО прицел был какой-нибудь, то да ладно, но это же просто точки. Зато у меня делись GPS. Так, я не потеряюсь. Мы же шли за GPS, мы и взяли GPS. А, есть GPS? Да. Че что молчишься? Это же главное приобретение наше последнее серии 20. В шоке, наверное, ничего не поняли. Только сейчас об этом мы слышим. Да-да, я говорил, что у него GPS я восьмого взял. Красава, Джек, все. Миша, там, блин! Ну вот, ребята ходили себе спокойно, никого не трогали, а взяли их убили. Это бесплатный коммент написал, сейчас назад мы взяли, да. Вот, завтрашний, когда это будет? TripDoktor где-то поблизости. Да, он уже писал этот Dr.Strip. Ладно, не открыли. Все бежим на полно. Интересно, кто как думает? Я бы вышел к этим ребятам, они бы меня убили, нет? Я думал, вы бы помахали друг другу головой и сели бы, поели бы. Ку-е-ку-е-ку-е, да. Можно было бы попробовать с ними пообщаться именно через капслок, сказать, ребята, ребята, я знаю, что вы на взлетной полосе, два в камуфляже, давайте поговорим. Там лежат 4 снайпера, сейчас и видят вас, поэтому в ваших же интересах, вот, с нами сейчас пообщаться, отдать нам GPS, или вы все умрёте, в общем, решать, ребят. Люди нашу машину поломали, какие разговоры? Нет, это не, они были, TripDoktor не среди них. А он пишет у какого-то мужика с ATV. Да он рассказывает про себя множество, я так понимаю. Да, он, он, я так понимаю, да, 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 это мы, не стрелять. Я не вижу, он, я просто спрашиваю. Круто, блин. Ну, вот сейчас, в принципе, у нас один Артур Боиспособный единиц. Почему? А тут же ты? Язди, амар, тызди, амар, чем будем делать в упор? Так, вот, куда мы рассмотрим, ну, расстояние 300-400 метров. Да, я говорю, что прям вообще про упор, то есть, зомби, я когда Симка, ты сейчас большинство отстрелять, такое? Орё! С ПБСа буду, не знаю, у тебя помогли. Вы охренели! Чё? Да вы охренели, вы потом мою запись, посмотрите, мою серию. Кто-то что-то крикнул, что-то ныне наложил, ко мне подходит чувак и начинает, уаааа, уааа, вот так вот на ухо орать. Настоящий ли зомби? Настоящий, на улице. Артур начал орать. Чё ты, я ору-то? Джек Шепард, мы уже тут, всё, побежали за мной. Тут Джек Шепард, похоже, не увидел, что стрелы, осматривается, сидит. Да, я срел осматриваюсь, нет, я бы не увидел, думал, где же, потом он стал же, побежал, увидел. Я думаю, с этого аэропорта сейчас долго никто никуда не пойдёт. А те там, наверное, перетираются. Вот, блин, слушай, мы же почти убили кого-то из них, но всё-таки не убили. Не, они думают, что убили. Я видел, как я его смотрел. Не, ребята, мы неправильно легли. Мы всё-таки такое нубьё, это капец. Нам надо было в дальних углах, наверное, лечь. Я справа-то слегка. Надо было, да, крест-накрест лечь. А то ты в этом углу, они сразу в него, это, побежали. Они, как бы, большие поняли, сразу в уголы ныкались. У меня просто именно топы дилетантские бывают. Ход в ангар, и вот, да, два угла, которые именно дальние. Пусть хер знает, нет, вот если бы вы по два угла легли, вы бы так просто приняли. Я думаю, вы там и лежите. Нет, там и Артур лежал в ближнем, а я чуть подальше туда. Я прямо за входом держал. Ну, это, да, у меня такого опыта нет. Ну, короче говоря, я просто начал, когда лежишь с прицелом поднятым, и они быстро забегают, то на них навестись очень сложно. Я полный рожок начал выпускать, но одного в итоге запилил, но большая часть пули в молоко ушла. Такая больше, почти все. Я 20 выстрелов сделал, я вообще ужаснулся, когда тот мужик лежал, приснулся, ты говоришь, да бей его. И я начинаю стрелять, а вижу, что у меня 20 патронов уже выстрелены все. Я так не понимаю, как я смог их выстрелить все 20 штук. У тебя, получается, одна обойма была? У меня было две обоймы. И у меня ни одной из них не осталось. В конце нашей... Ты обе выпустил? Да. У тебя то есть сейчас ДМР-ка без патронов? Нет, ДМР у меня с патронами. А, ну уже с них подобрал. Я с него, да, взял. А вот то, что на мне было, и все, оно ушло. Ну, там у меня еще один патрон. Ребята, где нашли машину? Ну, с рюкзака перекидывай. Да вон машина, может, слепой. Вон мне нашли. За кустами. Уж, видимо, я тоже слепой. Старапанная, загаженная. Что, нету, что ли? Вот прям за корнем, чуть впереди в лесах. Гайс. Короче, это наша машина. Люди получили то, что хотели в итоге. А где машина-то? Кто машину-то мог тереть? Кто ее мог тут найти, вообще, мать их? Или кто-то в кустах тогда лежал, тот белый чувак увидел, куда мы подъехали. Мы же недалеко отъехали. Так, будьте осторожны, нас могут ждать. Те, кто эту машину забрал. Хотя я сомневаюсь, конечно. Сейчас я напишу, хуфак из, хуфак из, стилда, аур Волга, да, или как там ел. Я не верю. Да блин, да вы гоните, куда она могла деться? Да нормально все. Нормально, блин, че тебе до квадрика пидить какие-нибудь? Нам по-любому, что надо транспорт найти. Нам сейчас на клен придется идти. Или на Блэк Лейк. Ну, помните, черт. Где Блэк Лейк? Да, на Блэк Лейк. А, ведь пошли как раз вниз через дорогу. Погнали на дорогу. А что у нас по времени там, ребят? Я не знаю. Я флэкш... 36 минут, давайте закончим здесь как раз и пойдем. А что я кушать? У меня осталась одна... У нас все в машине будет. Да. То уже много мяса взял. Я взял дофига этой тече. Че-то надо? Ну, я уже поел и купил, а потом понадобится. Ладно, давайте я закат. Я полный респак забил едой, водой. GPS на машину. Че? Че GPS на машину? Бартер прошел. А, ну да. Ну, оно того стоило. Машину легче найти, по-моему. Тем более у нас еще есть. И подъехали там, и спрятали ее. Че-то, который 50 лет бегал без машины, говорит, машину легче найти, чем GPS. Ну, это сейчас все уже легче будет найти. Ладно, давайте. Ну, плюс у нас есть... Попрощайся со всеми, пожалуйста, немножко трагично. Кто? Ты кому? Ты же серию начинал. А, ну, я могу кому-то парфин дать. В общем, ребята, спасибо, конечно, что вы посмотрели эту серию. Здесь получилось много интересного. Я косо стрелял с ДМРа на 700 метров. Я косо стрелял с Калаша. Чуть не потерял свою жизнь. Мы приобрели GPS и потеряли Волгу. Ну, как всегда, у Артура очень мало здоровья, он выживает, а я всех убиваю. А, плюс мы еще напортачились с ангарами. Я не знал, где сидят ребята, они сидели в следующем. В общем, всем удашим. Мне это можно простить. Я болею, а вы просто он убьет. Я говорю, мы сидим рядом с коробченкой. Попрощайтесь с друзьями. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...